Друзья, всем привет! Сегодня в народном составе сборной России по футболу на ближайшие три матча. Сказать, что состав какой-то прям совсем уж неожиданный, я не могу. Тем не менее, есть несколько позиций, которые вызывают, наверное, вопросы какие-то. Предлагаю в этом видео обсудить состав. И надеюсь, все-таки от вас на обратную связь, что вы думаете об этом составе, насколько он конкурентно способен, кого не стоило вызывать. Кого стоило вызывать. В общем, пишите. И да, не забывайте подписываться на канал. Итак, давайте начнем. Посмотрим, что же нам предложил Станислав Черчесов. Давайте. Начнем с артарей. Как мы видим, Антон Шунин, Сослан Джанаев и Юрий Дюпин. В принципе, Антон Шунин и Джанаев, наверное, оптимальные в артаре для сборной на данный момент. Наверное, никто с этим спорить не будет. Насчет Дюпина. Для меня это неожиданный вызов. Но вот просто подумав, ну, а кого, в принципе, сейчас вызывать третьим вратарем? Гильерми, наверное, ну, все-таки явно не лучше, чем Дюпин. Мягко говоря, наверное, в текущем состоянии. Сафонов травмирован. Ну, кого еще? Напишите, если у кого-то есть какое-то мнение, кого еще. Рубин сейчас на ходу. И Дюпин, наверное, одна из таких заметных частей слагаемого успеха казанского клуба. Вот в последних матчах, где они обыгрывают соперников одного за другим, напомню, только что они обыграли «Зенит» и «Спартак». Вот это, как мы сейчас знаем, первая и вторая команда чемпионата. Поэтому Дюпин вполне нормальный вариант. Третьим вратарем почему бы и нет. Больше вызывают вопросы защитники. Давайте посмотрим, как вы видите на экране. Это Джики, Жирков, Караваев и так далее. У меня вопросы, конечно, по Жиркову больше, по Кудряшову. И, наверное, еще больше по Натштейтеру. Но все-таки игроки Жиркова и Натштейтер не особо сейчас играют в своих клубах. Понятно, что, наверное, нет хорошей жизни вызывая того же Жиркова. И все последнее время человек уже близок, мягко говоря, к пенсии. Но, тем не менее, заменить, судя по всему, в сборной его неким. Кудряшов, ой, прошу прощения, Натштейтер не особо тоже играет за «Динамо». С чем связан его вызов, непонятно. Но, мне кажется, просто Черчесов, по старой памяти, продолжает это делать. Игрок вызывается довольно давно в сборную. С другой стороны, заменить Кемнуку Тепова можно было бы вызвать. Ну, очень сложно. Мне кажется, проблема обороны нашей сборной – это самая большая проблема, которая у нее есть. Здесь очень много можно спорить и дискутировать. Ну, может быть, что-то в целом можно было бы поменять. Но, наверное, опять же, те фамилии, что я назвал, они вызываются не от хорошей жизни. Опять же, повторюсь, напишите, что вы думаете по линии обороны нашей команды, кого можно было бы заменить и кем. С удовольствием почитаю ваши комментарии. Идем дальше. Идем дальше. Полузащита. Здесь, наверное, каких-то особых неожиданностей нет. Наверное, вызванный оптимальный состав сейчас. Ну, в самом деле, а кого можно было бы вызвать? Газинского, что ли, из полумертвого Краснодара? Не знаю. Кого-то можно было бы найти, какую-то одну-две фамилии, конечно, кто, в принципе, мог бы заменить или дополнить вот эту вот линию полузащиты нашей. Но, я думаю, в принципе, не критично обращать на себя то, что вызван Мирзов. Я лично очень рад этому и всегда рад, когда вызывают игрока, знаете, из такого провинциального клуба. Ну, Химкин, наверное, очень слоновым можно назвать провинциальным клубом. Но, тем не менее, все равно. А не только вот клубов из большой пятерки. Надеюсь, Мирзово получится. Мне, как по мне, это очень хороший и талантливый игрок. И непонятно мне, как он не раскрылся в свое время Спартаке или не дали ему раскрыться. Но, наверное, эта тема не для данного видео. В принципе, по полузащите, я думаю, вполне по себе нормальный, оптимальный состав из того, что есть. Исключение, может, по один-двух позиций. Но, надеюсь, вы напишете свое мнение, что вы считаете, что не так и кого можно было вызвать. Переходим к линии нападений. Здесь вообще все стандартно. Дзюба, Заболотный, Соболев. Ну, с небольшими оговорками. И первая оговорка, это то, что эта линия нападений у нас одноплановая. То есть, все крупные габаритные игроки. И фактически, вот, какой-то вариативности в атаке, каких-то тактик в атаке нам ждать не придется. То есть, поменять игру, если там у условного Дзюба, да, и не идет игра. И что-то сменить игру в нападении, ну, просто не получится. Будем надеяться, что там выйдет Соболев или Заболотный, условно, и сыграют получше, чем Дзюба. Я почему говорю Дзюба? Потому что, все-таки, мне кажется, при всех недостатках, это форвард номер один сейчас. И, скорее всего, Черчесов думает так же. Многие не согласятся со мной. Я, конечно, не утверждаю. Я думаю, что Соболев смотрелся бы сейчас поинтереснее на стрель сборной. Кстати, не факт, что Черчесову бы поставят Дзюбу. Но вот так объективно, мне кажется, Черчесову будет использовать Дзюбу в нападении. По крайней мере, в таких вот, в основных матчах. Единственный момент по этому нападению. Я бы вместо Заболотного, который, как мы помним, не особо проявился в сборной в прошлый раз, я бы вызвал Смоула. Смоула сейчас забивает каждый матч. Да, их всего этих два матча. Но видно, что игрок, в принципе, набирает форму. У него выглядит неплохо. И, ну, по крайней мере, уж точно, наверное, не хуже, чем Заболотный. Не хуже, чем Заболотный. И, мне кажется, Смоулов как раз-таки игрок немножко другого плана, чем вот эта вот вся троица. И мог бы внести в какое-то разнообразие линию атаки нашей. Но Черчесов решил по-другому. Ну, я надеюсь, что все-таки до чемпионата Европы Смоулов, опять же, многими критикуемый. Но в контенте данной ситуации, которая происходит сейчас в сборной, в составе, я думаю, он бы ей пригодился. Я думаю, он бы пригодился. И надеюсь, что он все-таки появится в сборной. Ну, а так мы имеем то, что имеем. В принципе, вот я бы сказал, что состав, если так положа душу на сердце, ну, где-то так на 4 с минусом. На 4 с минусом из того, что мы можем выбрать, из того, что есть. Прав ли я или не прав, покажет только время. Но, я думаю, если и кого-то было бы менять, то это, опять же, несколько позиций. Одна, две, три максимум позиций, кого мог бы заменить одного игрока на другого или вызвать дополнительного игрока. Опять же, призываю вас высказать свое мнение, согласны со мной вы или нет. Написать свои предположения, свой состав, может быть, или просто каких-то игроков, у кого вы считаете, что черчесов не вызов, а они должны были вызвать. Пишите, с удовольствием обсудим, почитаем ваше мнение. Ну, и, как обычно, предлагаю подписаться на канал. Ну, и всего доброго. До встречи, до встречи, до следующего раза. Счастливо.